Пять команд из муниципалитетов края, три из регионов Дальневосточного федерального округа и сборная Китай из провинции Цзилинь участвуют в соревнованиях по керлингу в рамках Дети Приморья. Губернатор Олег Кожемяка принял участие в официальной тренировке международного турнира. В этой тренировке присутствует губернатор Приморьского края Олег Николаевич Кожемяка. Соревнования по керлингу проходят на ледовой арене в Артеме. Перед турниром губернатор выполнил тренировочный бросок и испытал специфику нового для Приморья вида спорта на себе. Уже сегодня для занятий в нашей строящейся арене керлинг-центра, которая будет единственная в России, уже записалось 80 ребят. В Уссурийске занимается порядка 60 ребят, поэтому спорт этот набирает сил. У нас есть даже кандидаты-мастера спорта. В принципе, это то направление, которое, в общем-то, интересно и участникам, и зрителям. То есть, оно позволяет очень выгодно использовать лед, делая несколько дорожек, объединять людей. Это командный вид спорта, и, безусловно, Россия является одним из лидеров. Также официальную тренировку посетили чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог и участница зимних олимпийских игр в Ванкувере и Сочи по керлингу Анна Сидорова. Сегодня и здесь, в Владивостоке, по меньшей мере не уступают, ну, я не могу сказать, что масштабам, потому что все-таки Олимпийские игры там очень много стран. Но здесь они не уступают как минимум в организации и в том ощущении праздника, особенно вот вчера мы это прочувствовали на открытии, которое было у нас на Олимпиаде. То есть, вот это открытие сумасшедшее, приглашенные звезды, приглашенные звезды, спортсмены, у всех хорошее настроение. И я вижу предвкушение спортсменов, которые с горящими глазами смотрят, и они видят цель, они продолжают верить в то, что спорт это не просто так, и это спорт про высокие достижения, которые они вполне могут достичь. После тренировки 36 спортсменов начали борьбу за медали. Напомню, международные зимние спортивные игры «Дети Приморья» стартовали 20 февраля с фиджитал-хоккея. Диана Иванова, Новости на Восьмом.